В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Духовные увещания. Святой Анфратоуст, том 11, книга 2. Время уже тебе воспрянуть духом и стряхнуть себя все греховное. Вспомни, что не сегодня-завтра ты должен узреть небеса и лики ангелов, предстать страшному престолу и явиться пред лицом Бога на суде Его, на суде чистоты, правды и истины и дать отчет во всей своей жизни. Если хочешь увидеть святого, освети самого себя. И если хочешь увидеть святого и непорочного, очисти прежде всего самого себя. С того времени, как кто-либо познает страх Божий, он всецело предает себя Богу и уже не может располагать сам собой. Потому что подчиняет себя закону Божьему. Пусть же он откажется от самого себя и от своей воли. И пусть последует Богу. В какое бурное море обратило нашу жизнь угождение этому телу. Сколько произвело оно волнений, сколько смущения. Сколько потрясений, сколько крушений. Сколько беззаконий и грехов. Сколько несчастья и ужасов. Сколько оно причинило зла во всех городах, в домах, на площадях. Какова его сила, каково его могущество. Страшно и представить себе все это. Рождение его ужасно. Смерть его ужасна. Жизнь его ужасна. А то, что ожидает его после смерти, не поддается выражению и описанию. Наше сердце служит как бы чашей весов, определяющих нашу судьбу. Добейся, постарайся, чтобы оно у тебя скорее открылось. Помни, что немного спустя ты покинешь этот видимый мир. Небо и землю, людей, свои дела. Помни, что ты ничто, как телом, так и душой. Небольшая забота тебя обеспокоила. Малое усилие тебя утомило. Легкая скорбь тебя расстроила. Небольшой труд тебя устрашил. Простое слово тебя смутило. И почему ты ненавидишь этой жизни? Говорю тебе, что ты должен выселиться отсюда вверху. У ворот неба поставить себе палатку. Там пребывать до самой смерти, умоляя Бога, чтобы Он благостно принял тебя и открыл тебе доступ на небо без задержки. Внизу на земле тело пусть преклоняет колени пред Богом, а вверху душа пусть неотступно умоляет, повергаясь на лицо свое. Пусть соревнует, кто больше преуспеет в молитве. И вот для тебя мир уже умер. Для тебя грядущий суд уже наступил, сколько можешь, отрешись от настоящего, пометой о будущем. Лучше думать о будущих бедствиях, чем о настоящих благах. Те внушают тебе страх Божий, а эти подрывают его, если он у тебя есть. В делах, касающихся Духа, мы все сироты. Нам не на что положиться, кроме Бога и своего собственного усердия. Итак, пренебрегши всем, позаботимся о самих себе. Вспомни о себе и о том, в каком бедственном положении ты находишься. Вспомни, наконец, о своих грехах и о готовящемся тебе осуждениях. Вспомни, что ты человек смертный и слабый и жалкий, скверный и нечистый. Вспомни, что ты человек, проводящий жизнь среди скорбей и опасностей, гибельных для многих, добрых и злых, мудрых и неразумных, богатых и бедных. Ну вот, чтобы есть и пить, ты не имеешь безопасности ни на каплю. Вспомни, что ты человек с костями, сокрушенными от головы до ног. Вспомни, что ты не в силах выдержать одного дня труда или одной ночи бодрствования. Вспомни, сколько погрешал ты пред Богом и делом, и словом, и мыслью. Вспомни, что ты день и ночь борешься со львом и змеем. Вспомни, сколько душ пошло в ад за то, что презрели страх Божий, рассчитывая обеспечить себе кратковременный покой. Не успев в своих расчетах, они в преисподних земли оплакивают теперь свои блудодеяния, свое легкомыслие, распущенность, лукавство и несговорчивость. Вспомни, что недалеки уже и твоя смерть и суд над тобой, и не переставай напоминать это своей душе. Напиши это краткое изречение в сердце твоем, повяжи его на шее твоей. Оно лучше царской диадемы. Это ведет к наказанию, а то устраивает в жизнь вечную. Заботься об этом, держись этого крепко. Если этого ты будешь держаться, противное тебя никогда не постигнет. Если это окажется бессильным, чем осолится твое сердце. Если близок день Господень, Господень будем ожидать его со страхом. Тот, кто желает быть чистым во всем, и в делах, и в словах, и в мыслях, что иное должен делать, как не быть всегда тихим, молиться, молчать и пренебрегать все земное. Желающий достигнуть такого состояния, уподобляет себя на земле Богу, согласно со словами «Подражайте Богу» Ифисянам 5.1 Вот мы усыновлены Богом. Что же справедливее требования, чтобы сын подражал отцу? Если ты законный сын, следуй отеческим повелениям, тем более справедливым и полезным. Кто ведет борьбу с бесами, что должен делать, как не молиться непрестанно? Кто ежедневно подвергается опасностям и по душе, и по телу, что иное должен делать, как не бороться и молиться Богу? Но ты говоришь, страсти поборают меня, и страх владычествует надо мною. Этот владыка не устоит против истинного владыки, который потрясает землю и всех приводит в трепет. Кто не убоится огненной реки? Один день мрака ужаснее всех зол жизни. Стоит ли после этого дорожить чем-либо здешним, как бессильным доставить утешение? Обидел тебя кто-нибудь или ударил? Надейся на Господа, что готовит тебе за твое терпение великую награду. От надежды родится вера, а за ними явится и любовь. Даже за малое слово и небольшое терпение владыка дарует тебе рай, как подвижника венчает тебя за чашу холодной воды, потому что ему дорога твоя вера. У невести себе добродетель, а воздержание и целомудрие пусть будут твои дети, живые, вводящие тебя в Царство Небесное. С утра душа твоя должна спешить к Господу, и достигнув вечера пусть покоится над духовным ложе, с благочестивыми помыслами, с надеждой на Бога, в бесстрастии и чистоте. Повеление Божие суть свет, жизнь и покой, благословение и правда, веление же сатаны, тьма и смерть, наказание, грех и проклятие. В твоей власти последовать тем или этим. Если изберешь заповеди Господни, у тебя будет все прекрасное. Свет, жизнь, покой, благословение, венец правды. Если же последуешь заповедям сатаны, на твою долю выпадет все противное этому. Кто же настолько безумен, чтобы избрать срам и позор с вечными мучениями, вместо славы, похвалы и бессмертного наслаждения? Воспрянь, поспеши, беги бегом, брак уготован, тельцы заколоты, кушанья готовы, пирующие тебя ожидают, как написано. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяния. Псалом 141.7 Поторопись принять участие. Вот где радость, вот где покой, вот где свет, вот где жизнь, вот где слава, вот где утехи, вот где истина и вечная, вот где великое и удивительное, вот где все, чего ты хочешь, и даже более того, что ты хочешь. Тебе достаточно знать, что удивил Господь преподобных своих, прославил святых своих, возвеличил боящихся Его, превознес любящих Его. Не позавидуем же себе самим, не лишим себя столь благ, нам предназначенных таких надежд. Другие ради малой выгоды сражаются, воюют, пускаются в море, подвергаются опасностям. А мы, думая наследовать новое небо и новую землю, что смущаемся, чего колеблемся, зачем губим себя в этом вещественном мире. Ведь мы делаем все, что возбуждает страсть, что разжигает и душу, и тело. Удовольствие не приносит нам успокоения. Сон, походка, все исполнено соблазна. Кто провел жизнь так, как хотел? Что в этой жизни не заслуживает ненависти? Самое тело наше не в мире с нами. Здоровье, оно враждует, подвергаясь болезни, причиняясь скорбь. Кто ушел из этой жизни без печали? Кто не отведал соленой воды этого горького моря? Кто с болью не испытал на себе его превратностей? В скольких великих погубила настоящая жизнь, расставив западни на их славном пути? И нет ничего удивительного в этом. Ведь тут действуют бесы. Ведь в засаде сам дьявол. Зная все это, покаемся от всего сердца, чтобы радости наши не превратились в плач и рыдания. Поможем сами себе. Исторгнем душу свою из объятия этого мира, а вместе с ним и нашей собственной плоти. Пусть найдет она приют себе где-либо на краю земли, чтобы оттуда воззвать к Господу. Помилуй меня, одинокую. Вот я все оставила и последовала тебе. Вот я все отвергла ради твоего страха. Пусть сокрушение наше взойдет до облаков. Пусть вопли наши достигнут неба. Молитвы и милостыни наши пусть явятся пред лицом Бога. Будем служить Ему с полной истинностью, с благоговением и страхом. Сделаем все, чтобы не пришлось там пожалеть. Будем с терпением переносить все, чтобы там насладиться благ Божьих. Чтобы больше приблизиться к Богу, чтобы удостоиться высших даров, чтобы не оказаться хуже кого-либо из святых. Наша жизнь – великое искушение, и никто этого не знает. Великая буря, и никто не замечает. Обратим все свое внимание лишь на себя и на Бога, придавая это свое тело тем, кто желает наносить Ему удары. Оно и достойно многих ударов. Вознесем сердце свое в горе, изливая души наши пред Богом, чтобы снисхать Тебе спасение, помилование и жизнь. В веселье, удовольствии и радости во веки веков. Аминь. 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 Аминь.